Сегодня прошло традиционно завершающий год общегородское аппаратное совещание. В нем приняли участие руководители и работники организаций и предприятий города, активные общественники. Перед новогодним праздником принято подводить итоги уходящего года, поэтому сегодня было много приятных моментов, связанных с награждением особо отличившихся. Репортаж Дарьи Бугаевой. Сегодня на аппаратном совещании подвели итоги уходящего 2020 года вместе с главными героями и его событиями, жителями семилиственниц. Всех их объединяет одна инициатива, которую они проявили в непростой период. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм первыми были награждены медицинские работники. Всех мудростей народных я вынесла одну очень большую. Мне было бы счастье, но несчастье действительно помогло. Мы сплотились, мы обновились. Мы обновились как морально, своим знанием, так и наш ресурс врачебный обновился, так и наше оборудование обновилось. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Немаловажную роль в борьбе с коронавирусом играют и фармацевты. Оперативное лекарственное обеспечение, бесперебойное снабжение города средствами защиты тоже были сродни подвигу. Особенно в первые месяцы пандемии. Очень приятно получать поздравления, подарки. Очень приятно. И самое главное, конечно, оценка труда коллектива. За свои временные и оперативно отработанные задачи, поставленные главой округа, были награждены коллектив управления по труду и социальной защите населения в лице руководителя управления Ольги Слепцовой. Напомню, что в этом году почти 2000 семей, имеющих детей, получили выплаты, а это без малого в 115 миллионов рублей. Спасибо вам большое за организацию труда, прошу-то вручить торжественное обстановление. Всем лабытнанцам, причастным к заметным событиям и победам, внесшим заметный вклад в развитие города, были вручены благодарственные письма, а их больше 200. Завершая торжественную часть, глава города Марина Трескова напомнила присутствующим о том, что режим повышенной готовности продлен до 15 января. Тем самым проведение мероприятий в бочном режиме ограничено. Постарайтесь максимально использовать онлайн-формат. Это касается в том числе мероприятий, которые будут проводиться в дни школьных каникул. Хотелось бы, чтобы все учреждения сферы культуры, спорта, образования подключились и провели для наших детей интересные мастер-классы, виртуальные экскурсии, конкурсы, квесты в онлайн-формате, чтобы у нас каникулы были наполнены содержанием. Год завершается, итоги практически подведены. Впереди новый 2021-й с новыми планами и задачами. Дарья Бугаева, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».